здравствуйте друзья доброе утро я несколько раз говорил вам что вот какое-то но не то что оживление но оживление происходит на рынке недвижимости в том смысле что гораздо больше стала на продажу выставляться в такое время когда в общем то никто не ожидал и вот сани вы ли я только что сегодня кстати четверг вот я только что проехал на углу там стоял знак но я если будет где-то я вам покажу значит вот они уже по четвергам вот они уже там я не знаю в неподготовленном совершенно состоянии то есть спешно сливаются понимаете и это видно как бы повод потому состояние в котором это все выходит на продажу это сани вел где мы сейчас это сан-узе в ту сторону и громадный город миллионник и правда вот я с риэлтором поговорил с одним он говорит ты знаешь тут да а вот допустим туда на север ближе к сан-франциско там такого нет но действительно сан-франциско может быть настолько в кризисе жилищном что они там люди оттуда то что поближе к городу как бы пристально смотрят может быть действительно там меньше так разлетается но то что вот видно глазу и я вам об этом рассказывал а тут вот если вы пойдете на bloomberg датком сегодня я понимаю что завтра может не быть но вот там есть статейка которая говорит о том что охлаждение рынка недвижимости которая похоже что мы туда значит заходим вот вот это охлаждение она будет каким-то там очень серьезным по сравнению с тем что мы видели там последнее время что-то такое и я пошел почитать потому что это на самом деле резонирует с моим пониманием not как виденья же не слепой вот я же вижу ну что же вот и пишут так что с одной стороны на все это дело влияет рост процента по банковским кредитам ну вы понимаете да о чем речь а вот вот смотрите на перекрестке вот я вам говорю вот вот стоит знак прямо посреди перекрестка винти сейчас машина пройдет вот он вот тут какие-то люди вот на домах смотрите вот дом на одном доме написано что продан вот другой дом табличка стоит что продается и так далее я от не обманываю просто со всех сторон и не фантазирую ничего значит и так рост суды по процента по ипотечной суде соответственно люди могут себе позволить меньше меньше и меньше да то есть если ты должен больше отдавать банку то соответственно ты можешь меньше платить в отношении погашения твои суда и соответственно ты можешь претендовать на если по максимуму смотреть на твои возможности то снижается стоимость дома которую ты можешь себе позволить вот если да скажем значит под 4 процента я могу купить дом ну допустим за миллион а если это четыре с половиной процента тоже будет там скажем девятьсот двадцать тысяч например и процент этот уже последние года два худо-бедно вот так они периодически там на четверть они не сильно четверть процентика четверть процентика четверть процентика но поскольку они это делают так раза четыре в год а то и чаще то уже уже вот за последние пару лет подросло я может быть скажу да да и чем был вызван этот бум недвижимость и который мы сейчас переживали и переживаем пока дело в том что когда был финансовый кризис вот 2008 года там что получилось после этого банки лет ну сколько ну не 10 но лет шесть пять шесть семь может быть лет банки практически перестали выдавать деньги ну ну то есть давали на таких условиях что никто не мог себе позволили там 40 процентов down payment там и так далее ну то есть что такое катастрофическое и в этих условиях перестали строить но поскольку покупать некому ну и плюс безработица плюс экономика там туда-сюда ну а куда значит строить вот они перестали строить и ну то есть изрядное количество лет просто ничего не строить и когда уже банки стали давать деньги когда уже появилась возможность там построить продать и так далее обнаружилось что вот этот отложенный спрос он очень существенный соответственно существенно отложенный спрос выражается в том что значит лавины покупатели бросились на рынок соответственно рост центом и так далее ну в частности в частности этим последние несколько лет идет очень очень интенсивное строительство ну там где место есть вы скажем я не могу сказать что вот у нас тут например много места то есть скажем так совсем нет но снесут что-нибудь там поставят на его месте и если вы так внимательно смотрите за нашим каналом вот давайте я вам еще покажу вот еще какая-то если вы внимательно смотрите за нашим каналом то вы видите что вот по мере того как мы подъезжаем там партнер в компьютерскую вот мы сейчас пахай по фривей пройдем тут две минутки выйдем на улицу лкамина рил и там такие комплексы красивые современные дорогие жутко там вот значит жилье там я это звать для стартаперов но для айтишников так можно сказать молодые деньги есть вот они там же и то есть тут строится тоже у нас но но мало вот хотя они пытаются где можно а есть места где там гектарами можно застраивать там застраивают то есть последнее время пару лет так просто такой строительный бум давайте мы вперед камеру переведем чтоб вам не светило солнышко итак с точки зрения охлаждения рынка с одной стороны у нас вот пишут что влияет процент по банковской суде ипотечные судя второе обстоятельства это цены цены растут на недвижимость существенно быстрее вдвое быстрее чем рост стоимости зарплаты происходят да понимаете то есть вроде даже и зарплата растет а недвижимость дорожает быстрее в два раза то есть способность человека что-то приобрести снижается снижается то есть можно сказать допустим подешевле чем-нибудь возьмет это конечно но может быть ему не хочется вот вот этого хочется чего-то она то чего хочется денег нет он пока продолжает снимать я знаю сколько-то людей которые играть я вот подожду цены упадут вот я тогда куплю вот они там подкопили что-то но как-то им кажется что вот сейчас еще немножко вот цены упадут и из моего как бы предшествующего опыта ситуация когда цены упадут она бывает вот два раза тут было на моих глазах такое оба раза это было связано с тем что экономический кризис люди теряют работу соответственно или они уезжают или у них там банкротства идут ну почему дешевле вот кроме того в условиях кризиса даже те у кого деньги есть они побаиваются думают мало ли что вот сегодня есть работа завтра не будет работать что я буду делать вот лучше подождать там и так далее и никто не знает как долго цены будут стоять внизу пойдут ли они вообще когда-нибудь вверх что будет послезавтра и вот все вот эти вопросы задаются ответа никакого нет соответственно снижается деловая активность цены продолжают идти вниз потому что всегда есть кто-то кому надо продать срочно прямо сегодня и так далее так далее так далее поэтому ждать понижение цен можно но это нужно тогда сидеть на мешке с наличкой например ну я я не знаю где гарантия что когда цены пойдут вниз у нас сохранится возможность приобретать недвижимость и у нас будет уверенность в завтрашнем дне знаете как интересно бывает так что в общем такая сложная сложная ситуация то есть я бы я бы конечно не не ждал да то есть потому что цены понизятся путают не рассчитывал точнее ждать можно но рассчитывать на это не сложно потому что обычно в это время не очень хорошо покупается покупать хорошо знать когда вот у нас тут покупать хорошо когда упала и соответственно экономики спад и она падает падает и падает и где-то на застряла а вот когда ты уже чувствуешь что вот как бы встал рынок и как-то какие-то появляются первые признаки оживления экономики и что-то такое вот пошло вот в этот момент и брать то есть допустим цены выросли там скажем на пять процентов вот они падали того упали на 25 стояли 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 ну все вместе прошло может быть там пять лет шесть лет и вдруг чуть-чуть чуть-чуть потопала в этом году там на пять процентов выросла вот это уже время покупать потому что экономика восстанавливается впереди будет но было так вот из из наблюденного впереди допустим пять шесть лет может быть больше хорошей экономики соответственно за эти пять шесть лет стоимость жилья удваивается так как-то получалось всегда вот и тогда конечно есть смысл покупать они тогда когда просто упадет вот и в этот момент потому что вот она упала на 25 процентов и нет ответа на вопрос не упадет ли еще на 5 следующем году а может и на 10 я уже не говорю о том что нет ответа на вопрос будет ли у тебя работа и способность платить по счетам это отдельный вопрос где конечно полная они не сознанка и в общем это можно только верить знать как как вот верят в бога также можно верить что все проблемы у других людей а у меня их никогда не бывает или не будет в будущем так что такая вот история